Друзья, всем привет! С вами канал Goodwood, Александр Дубовенко. Записываем очередное наше диванное видео. На этот раз мы его посвятили фундаментам. Очень много людей непрофессионально делает фундаменты, допускает ошибки. Мы хотим, чтобы те, кто планирует себе строить дом, все-таки знали основные ошибки, которые делают люди. Надеюсь, это видео вам поможет либо строить самим правильно, либо хотя бы контролировать бригаду или строительные компании, чтобы они строили фундамент правильно. Друзья, функция фундамента — это передавать нагрузку от здания на основании. При этом фундамент должен длительное время не разрушаться и длительное время не менять своего положения. Для того, чтобы сделать хороший фундамент, нужно три вещи. Первое — правильно спроектировать фундамент. Второе — правильно исполнить фундамент. И третье — правильно эксплуатировать фундамент. При производстве фундаментов есть достаточно часто повторяемые ошибки, и я бы хотел вам просто их перечислить, и это поможет вам строить правильно фундамент. Первое — делать фундамент без проекта. Второе — привлечь непрофессионала к проекту или, не дай бог, слушать строителей, которые вам говорят, да мы всегда так строили. Следующая ошибка — не делать геологию или довериться мошенникам, которые на самом деле делают отверстия и образцы грунта не везут в лабораторию, а смотрят на глазок или даже пользуются картами, которые есть по разным областям. Можно эти данные брать из карт. Дальше — не проверить красные линии. Вы знаете, что нам нужно отступать от забора, от соседа, от дороги или между соседними зданиями определенное расстояние, которое задается градостроительными правилами. Если все это не сделать, мы разместим фундамент на участке неправильно, и у нас возникнут серьезные проблемы. При проектировании плитного фундамента основной ошибкой является неправильно учесть закладные, либо забыть их сделать вообще, либо сделать их не в том месте, либо неправильно спроектировать канализацию, и потом у нас будут проблемы с переносом этих труб. Следующий блок — как правильно выполнить работы по фундаменту и какие основные ошибки у нас на этом этапе. Во-первых, не удалить плодородный слой под фундаментом является ошибкой. Закупить арматуру неправильного диаметра. Сейчас очень много металлобаз продает под видом 12 арматуры, например, 11 арматуры. Тем самым арматура меньшего диаметра несет меньшую рабочую нагрузку, и могут у нас возникнуть проблемы. Следующая ошибка — не подложить геотекстиль под песчаную подушку, и это может привести к тому, что основание наше постепенно будет перемешиваться с грунтом и перестанет работать. Следующая ошибка — это использовать неправильный песок, например, песок с примесями глины. Этот песок, в отличие от хорошего песка, подвержен пучению, и тем самым наш фундамент будет работать неправильно. Ошибка — не протрамбовать песок или использовать слишком большой слой при трамбовке. Обязательно песок должен быть протрамбован послойно. Следующая ошибка — это лить в грунт, либо не применить защитный слой между песком и бетоном. Это делать категорически нельзя. Из бетонной смеси уходит цементное молоко, и тем самым марка бетона существенно снижается, и мы не получим качественное изделие. Следующая ошибка — это просто перевязать арматуру, не использовать в углах усиление. Это нужно обязательно, потому что это слабые места, и арматура именно на углах требует отдельных мероприятий. Не выдержать защитный слой арматуры — это тоже частая ошибка, когда бетон сам по себе должен защищать арматуру от воздействия атмосферы и влаги. И есть так называемое понятие защитного слоя. Обычно это 50 миллиметров. И если этот слой меньше, то есть шансы, что арматура начнет взаимодействовать с воздухом, и она просто проржавеет со временем, и бетон перестанет работать. Следующая ошибка — это шаг арматурного каркаса сделать больше, чем проектный. То есть, если проектировщик, например, сделал по проекту шаг 200 на 200, а сделать, если по факту больше, чем проектный, например, сэкономить арматуру или сэкономить на работах, то фундамент будет работать неправильно. Следующая ошибка — не закрепить арматурный каркас. Его обязательно надо закреплять, потому что, когда мы начинаем подавать бетонную смесь, она с камнями, с гравием или с гранитом, у нас в этом случае достаточно сильно воздействие происходит на арматурный каркас, и мы можем идеально сделать его в опалубке. Когда она начнет заливать, он начнет перемещаться, и мы опять же можем потерять толщину защитного слоя или проектное положение арматуры. Поэтому арматурный каркас должен быть закреплен очень хорошо. Еще одна ошибка — это сварка арматуры. Арматуру варить категорически нельзя, ее надо связывать. Следующая ошибка — это не закрепить опалубку или плохо ее закрепить. Это приводит к изменению положения опалубки в момент заливки, к распиранию опалубки или даже к разрыву опалубки, и это приводит, конечно, к плохим последствиям. Следующая ошибка — не сдать скрытые работы инженеру технического надзора. Это очень распространенная ошибка почти всех строителей. Они быстренько что-то там сделали, что-то выкопали, что-то связали и залили, и после этой заливки мы ничего не знаем, что же у нас там внутри. Поэтому обязательно все скрытые работы должны быть сданы инженеру. Обязательно должна быть фотофиксация всего, что у нас находится в опалубке перед заливкой, и только после этого мы можем заливать. Изделие, такое как фундамент, мы не можем считать качественным, если у нас нет фотоотчета со всех сторон каждой оси всего, что было в опалубке перед заливкой. После того, как были приняты скрытые работы по фундаменту, все проверено. Дано разрешение на заливку бетонной смеси. Вот это уже как результат мы сейчас принимаем окончательный вариант фундамента. Следующая ошибка. Заказать бетон на левом бетонном узле. Следующая ошибка. Не проконтролировать миксер на разбавление водой. Дело в том, что водители бетономешалок, они же миксеров, они мотивированы на скорость. Чем больше они рейсов в день сделают, тем больше они заработают денег. Поэтому для того, чтобы быстрее выкидывалась бетонная смесь из машины, они добавляют в бетонную смесь воду. В результате падает марка бетона ниже, чем расчетная. Мы получаем некачественный фундамент. Очень часто встречаемая проблема, и за этим надо обязательно внимательно следить. Фундамент прочность не набирает, проезжает гидромолот. Гидромолот. И все разбиваем. Дальше. Смесь бетонная должна быть провибрирована. Для этого нужно иметь на площадке два вибратора, потому что один может сломаться, и мы просто физически не сможем достать второй. Мы должны обязательно произвести вибрирование бетонной смеси, она при этом уплотняется. Если мы это не сделаем, у нас будут каверны и полости в бетоне воздушные, и качество бетона будет существенно ниже. Кстати, когда начинаешь вибрировать и засовываешь вибратор в смесь, ты прям видишь, как бетон усаживается вниз. То есть видно, как вибрация смеси реально работает. Дальше. Большие паузы между миксерами приводят к появлению шва. То есть мы должны постоянно контролировать, чтобы машина шла одна за одной, не успевала высохнуть нижний слой, пока не доедет следующий слой. Следующая ошибка – это во время зимы не прогревать бетон, пока он не наберет 50% проектной прочности. Для этого мы можем либо в теле пустить специальные провода и дать напряжение, либо мы можем использовать тепляк и внутри гореть горелками, либо мы можем использовать теплую опалубку, опять же, которая под напряжением дает температуру и не дает остыть бетону, пока он не затвердел. Летом ни в коем случае нельзя допустить перегрев фундамента, пока он не набрал 50% проектной прочности. Фундамент необходимо обязательно поливать водой, чтобы он охлаждался и не пересыхала верхняя часть, иначе он весь треснет. Следующая ошибка – забивать сваи вблизи рядом построенного здания. Это может привести к его разрушению. Ну и, наконец, очень важно фундамент не только правильно спроектировать и построить, но и правильно эксплуатировать. Во-первых, нам нужно обязательно сделать дренаж, если он предполагается в проекте. Нам обязательно нужно сделать отмостку, если она предполагается проектом. Нам нельзя допустить заливание фундамента дождевой водой, нам нельзя допустить остановку насоса в дренажной системе, если он есть, и нельзя допустить, чтобы дренажные колодцы забились и дренаж перестал работать. Во многих случаях нельзя допускать оставление фундамента без нагрузки долгое время или под дождевой водой. В этом случае он может разрушаться. Без нагрузки, если мы оставляем фундамент, он очень часто может силы пучения его выдавить наверх. Также опасно фундамент оставить без дома в некоторых случаях, если предполагается, что фундамент не должен промерзать. Например, плита УШП обязательно должна быть накрыта сверху домом и должно быть запущено отопление. Если это не сделать, все под фундаментом промерзнет, и опять же мы можем получить выпучивание ее наверх. Нельзя останавливать строительство на этапе фундамента и оставлять фундамент без дома. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Нажимайте колокольчик, ставьте лайки и пишите в комментариях, понравился ли вам разбор основных ошибок при строительстве фундамента. Если вам понравилось, я тогда буду записывать подобные видео и про другие строительные разделы. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...